Инга Валерьевна Легасова Инга Валерьевна Легасова И сегодня у нас в гостях Вера Даниловна Кондратенко, народный учитель России и директор школы номер 56 города Москвы, школа, которую носит имя моего отца, академика Легасова. Поэтому я особенно рада приветствовать Веру Даниловну у нас в студии. Здравствуйте, Вера Даниловна, дорогая. Взаимно рада. Вера Даниловна, директора экспериментальной школы на 3200 мест в Братске. Удостаивалась звание победитель социалистического соревнования в системе образования и отличник просвещения РСФСР. С 1983 года Вера Даниловна бессменный директор школы номер 56 имени академика Валерия Алексеевича Легасова. Заслуженный учитель Российской Федерации. Основой правильного школьного образования и воспитания Вера Даниловна считает заботу о каждом ученике, атмосферу доброты и разумных педагогических требований. У нас год очень важный для всей страны. 70-летие победы. И событие, конечно, очень торжественное. Год весь очень важный для нас, для всех. А у вас колоссальнейший совершенно педагогический опыт. Но прежде чем говорить об учительстве, я бы хотела задать вам вопрос, может быть, несколько неожиданный, но связанный с войной. Насколько я знаю, вы ребенок войны. Вы родились, когда уже шла война. А сколько у вас в семье было детей? У нас в семье своих родных четверо детей было, когда началась война. Но, к великому сожалению, в 1942 году фашисты по дороге на Сталинград, по пути на Сталинград, мы были прямо просто в огне войны, что называется, на передовой, так называемой. Фашисты расстреляли. Просто подошел фашист, на руках держала моя тетя, вернее так, жена моего родного дяди, держала ребенка на руках годовалого, самого младшего. И он выстрелил в нее и сразу застрелил. Остались у них семеро детей. И родственники все, ни одного ребенка в детский дом, конечно, никуда не отдали. Вот моя мама, будучи в семье всем, и работником, и мамой, и всем абсолютно, бабушка у нас еще была, троих взяла детей. И у нас в семье уже шла война, стало семь детей. Семь детей. Но мы всегда знали, голод, холод, но малейший кусочек хлеба, если откуда что-то попадало, то мама всегда говорила, что она всегда осиротевшим детям это в первую очередь должна была дать. Вот так мы воспитывали семь детей. И вы, дети, понимали, что осиротевшим надо дать в первую очередь? Конечно. Вот как выстраивались, мне что интересно понять, как выстраивались, такая семья большая, с таким большим количеством детей, семь человек. Как внутри вас детей выстраивались отношения? По старшинству ли? Как вы вот друг с другом общались? Вот большую роль им играло старшинство. Вот старшие у нас были. Моя сестра, она жива сейчас до сих пор, еще, слава богу, на 30-го года рождения. И пришедший к нам в семью, который стал нам родным, тоже братом, он, к великому сожалению, год назад скончался в городе Ростове-на-Дону, они для нас были все. Они нам заменяли и маму, и папу часто, и они необыкновенно о нас заботились. И их слово для нас было законом. Какого возраста были они старше? На 5 лет старше меня. На 5 лет старше? На 5 лет старше меня. А вы чувствовали, вы дети, вы чувствовали, вы понимали войну, вы понимали, что идет война? Конечно. Как на вас она сказывалась? Ну, вы знаете, это очень страшно. Я не очень люблю вспоминать это. Ну, вот такая деталь. В нашем доме расположился штаб. Начальник штаба, он мне казался таким старым уже. Как выяснилось, ему было 24 года, он день рождения, даже мама говорит, отмечал, 25-й год. Он сидел за столом, а я около стола играла там, куколки свои раскладывала. И влетает снаряд, разрывает на части этого начальника штаба, меня накрывает этим всем, и останками стола, и останками человека. Ну, как-то вот, знаете, это немцы наступали. Немцы наступали. Ну, конечно, у меня, наверное, на почве шока, мама говорит, долго меня там не могли привести в чувства, я просто замолчала. Просто я молчала. Ну, и потом, я детство свое не люблю вспоминать, потому что оно связано с войной и с огромным количеством смертей, трупов, ужаса. Да, просто ужаса. Ну, я не говорю уже, что в 43-м году, когда уже от Сталинграда немцев прогнали, и под Ростовом я пошла в первый класс, наш класс располагался, это не был блиндаж даже, это был огромный ров противотанковый, куда танки загоняли, когда надо их было спрятать, и в то же время, когда наступали, то через него танки фашистов не могли пройти. Вот в таком вырытом огромном котловании, это у нас был класс там, из земли сделали такие стульчики-столики, дерн положили там, и там у меня начиналась моя учеба в первом классе. Я в восторге была от своей учительницы, я в восторге была от всего того, что я вот учусь. А читать я не знаю, как я научилась. Я научилась, наверное, читать листовки сначала мы, то фашисты бросали листовки на русском языке, а то наши переходили. Вот так моё детство, так война. Война – это страшная, это, по-моему, страшнее в жизни ничего нет, как война. То есть, Верочка, Данила, почему я задаю вопрос по поводу войны, не для того, чтобы травмировать или вызвать воспоминания, а просто для того, чтобы были ясны ощущения человека, который в детском возрасте это всё увидел. Вот поэтому я только задала вам вопрос, чтобы было понятно, насколько для ребёнка это кошмар и ужас, совершенно ничем не сравнимое впечатление. А скажите, пожалуйста, вот вы с таким восторгом говорите об учительнице, которая вам нравилась. Повлияла ли она своим образом, своей личностью, манерой поведения на ваш выбор, на учительство? Вы же пошли в учительство. Бывали какая-то... Вы знаете, Инга Валерьевна, я ведь, окончив школу, школу я закончила с медалью, так я прилично училась. Но я поступила в политический институт на факультет геологии и разведки полезных ископаемых. Вот что-то меня привлекало в этом. Мне очень нравилась минерология, очень восхищалась я геологами, что это вот поиск. Но случилось несчастье в доме, трагедия, папа у меня шахтёр был, трагедия на шахте, взрыв, и погибло очень много людей. Папа жив остался, но остался со сломанным позвоночником, позвоночником. А нас было много, и надо было маме помогать, потому что мама зарабатывала на жизнь. Я должна была помогать ухаживать. И я в нашем городе, в Шахтёрском, где мы жили, был очень хороший институт педагогический. И я туда поступила, перешла из политехнического института, чтобы не терять время. И всё-таки я должна была помогать ухаживать за папой, поступила в пединститут. Думаю, ну, я пойду на физико-математический факультет, а потом я снова буду инженером, геологом, я вернусь. Но первая же практика меня как-то так увлекла. В школе мне понравилась и математика, и физика, и что для детей это... Каждый урок – это открытие. Для детей это каждый урок какое-то открытие. И как-то я к детям привязалась. Удивительно. Может быть, потому что я выросла в большой семье. А я говорю ещё, может быть, это генетически. У моей бабушки было 14 детей. А кто-нибудь учительствовал в роду? Никогда. Почти 300 лет родословную, так я смотрела, почти 300 лет, вот, никогда учителей не было. Я одна учительница. А скажите, пожалуйста, как ваша практика учительская начиналась? Вот вы закончили учиться. Вот первая самая ваша школа вам запомнилась? Безусловно. Вы знаете, удивительно, что вот в институте, в школе, где я училась, да, в нашем городе, учителя были в основном мужчины. Это математик, физик, литератор потрясающий, Белор Иванович, который закончил МГУ и приехал к нам. Он Евгения Одегина наизусть читал. Он читал, это настолько красиво, достойно, он такой был уникальный учитель. В пединститут, когда я пришла, хотя это педагогический институт, мужчины в основном были. И меня просто покорил, он, наверное, так и не знает, не знал, вернее, уже, наверное, его нет. Невский Александр Петрович. Все так с родиной говорили, ну, Александр Невский покажет, матанализ он у нас вел. Он такой тонкий был человек, он такой был музыкальный человек. Это был великий, немногословный воспитатель. Человек, который мог просто молчанием показать свое отношение к делу, к студенту, к людям. Удивительный человек. Он воспитывал тем, как он себя вел? И как он лекции читал, и как он проводил экзамены, и как он принимал зачеты. Он всем, вот на меня он такой впечатлений. Это был пожилой человек, он был эвакуирован из Ленинграда, когда шла война. И так он и остался у нас. Вот он на меня большое впечатление произвел. И когда мы пришли в школу, это он сказал, никогда не уходите в другую профессию. Вера, вы никогда не уходите в другую профессию. То есть он что-то в вас разглядел. Вы учительница, видно, он что-то заметил. А вы не пожалели никогда в жизни, что вы ушли в учительство? Никогда не пожалела. Но минералогией я долго увлекалась, и мне нравятся камни. Я их воспринимаю как живой. Такая вот деталь маленькая. Вера Даниловна, а вот какая разница между образованием и воспитанием? Вот вы сказали, что он воспитывал. А какая разница между этими двумя профессиями? Человек, который много знает, есть люди, которые очень много знают, но общение с ними не доставляет удовольствия окружающим. А воспитатель не имеет на это права. Воспитателем может быть человек, который не только образован. Человек, который понимает и через себя пропускает всё то, что ему говорит воспитуемый, которого он хочет, может быть, и воспитать, и дать ему образование. Вот в этом, наверное. А при этом авторитет вот этого человека, который воспитывает, важен? Очень важен. Важен? Очень важен. А как добиться авторитета? Вы знаете, Инга Валерьевна, я считаю, что вот понятие совестливость, оно вечное. Не просто совесть, а совестливость. Вот у Александра Петровича это всегда было. Он необыкновенно скромный был, он образован был. Это интеллигент был в самом лучшем понятии этого слова. Вот в этом слове, что закладывается интеллигент, он был духовно, душевно, был внимательным к людям. То есть он не боялся себя расходовать в общении с людьми, которые, может быть, ниже его по образованию во всех отношениях. Ему же тогда был возраст за 60 лет давно. И, конечно, вот я обращала внимание на то, что на его лекциях по-разному люди, так сказать, воспринимали его, вот это вот состояние его души. Но вот на меня он оказал вот такой, и не только на меня, на многих моих однокурсников. Мы на несколько минут прервёмся. Пожалуйста, оставайтесь с нами, дорогие друзья. Очень рада, что вы снова с нами, дорогие друзья. С Союзом женских сил. И я вам напоминаю, что в гостях у нас сегодня Вера Даниловна Кондратенко, народный учитель России и директор 56-й школы города Москвы. Вера Даниловна, вы знаете, что мне хочется спросить, чему школа призвана научить ребёнка? Понятно, что научить читать, писать – это ясные вещи. На ваш взгляд, с вашим опытом многолетней работы и учителем, и директором школы, чему должна научить школа прежде всего? Должна подготовить ребёнка к реальной жизни. Как? И не только, вы знаете, быть воспитанным, быть благородным, всему лучшему, что накопилось вообще в воспитании людей, но ещё и научить. Преодолевать трудности, выстоять тогда, когда есть какой-то соблазн, научиться выживать и в трудных условиях. И самое главное, всё-таки самое главное – воспитать так детей, чтобы они помнили, что им надо жить в семье будет. Этому школа тоже должна научить и внушить, то есть воспитывать и в семье, и через семью, и для семьи, для будущей жизни. То есть нужно сразу воспитывать из мальчиков будущих мужчин, из девочек будущих женщин. Как вы это делаете? Как вы это делаете? Ну, вы знаете, здесь, конечно, кроме общих каких-то там бесед, безусловно, на любом уроке это может возникнуть. На любом уроке править эти все поступки, поведение, ни в коем случае публично детей, индивидуально одного ребёнка, публично воспитывать или журить, или этого не надо делать. Здесь очень важно очень индивидуально подходить к детям, очень индивидуально. Ведь очень часто бывает так, что мы вот сегодня вечером коснулись одной темы, когда ребёнок не понимает, его ставят перед классом, он не может ответить на вопрос. Вот если взрослых людей в аудитории, где 30 человек сидят, поставить взрослого человека и задавать ему вопросы, а он не может ответить. Ведь мы, взрослые люди, будем чувствовать себя очень плохо, и это не на пользу здоровью и не на пользу ничему. Надо быть очень тонким по отношению к детям. К детям надо относиться. Учитель не может, конечно, всех любить и всем быть мамой, но нравственно, этически относиться так, как к своим детям. Это возможно? Это возможно? Это возможно. Это всегда возможно. И ещё, ну, плохих детей-то ведь не бывает. Конечно. Дети же все пороки получают от нас, от взрослых. Конечно. Это взрослые приносят пороки. Они появляются у взрослых, и взрослые заражают детей плохим. Просто заражают. Вот что правильнее? Вот как вы считаете, есть некая система воспитания, которая считает, что детей не надо ругать вообще. Надо только хвалить, если есть за что, а если он что-то сделал такое за что, надо поругать, не ругать, оставить эту ситуацию. Вот как вы считаете правильным? Ругать и хвалить, или только хвалить? Или только ругать? Нет. Нужно и то, и другое, но это очень важно, в какой форме высказывается, в какой аудитории. Вот, конечно, есть дети. Для детей очень важна похвала. Очень. И взрослые нам приятно, когда нас публично отмечают. А дети тем более. Детей надо в 10 раз больше отмечать. Их какие-то, пусть даже крохотные успехи. Допустим, ученик двойки, 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 и вдруг он что-то сделал, не надо говорить об этом, надо забыть, и вдруг он хорошо что-то сделал. Похвалить. Как же ему приятно, если его похвалят по аудитории, и весь класс слышит. Да еще родителям, если позвонят, скажут, что сегодня ваш... Это очень важно. Это поднимает взрослого человека, а ребенка тем более. Возвышает, поднимает, а самое главное, дает ему уверенность в том, что он тоже все может. Хорошее. Конечно. Вот уверенность – это очень важное качество в человеке. А вот с какими проблемами сегодня больше всего сталкиваются школьники? С чем они к вам идут? Вот сегодняшние проблемы отличаются от проблем, скажем, 10-летней давности, 20-летней давности? Вы с ними тоже сталкивались? Вот сейчас что болит у детей? Вы знаете, мне кажется, что не отличаются. Проблемы разные бывают. Ну, у меня много раз были такие случаи, когда ученик первого класса приходит с проблемами, что вот ему нравится, вот хочется сидеть вот с этой девочкой. Она не хочет. Это просто беда. Это беда просто. Я уже не говорю, у меня был Митя, четвероклассник, который такой яркий, рыжий, толстенький такой. Но он приходил и говорил, ну, что делать, Вера Даниловна? Вот я снова влюбился в другую девочку. Вот я теперь так, который он сопровождал и пытался ей в чем-то помочь, книжку ей подать и портфельчик ей там помочь собрать. А теперь уже у него другая, а та рассчитывает на то, что он будет ей оказывать внимание. Четвертый класс. Ну, в одиннадцатом классе там тоже всякое бывает. Проблемы бывают. Ну, вот в плане таком общечеловеческом дети одинаковые сейчас. Они очень хотят, чтобы их видели. Чтобы не просто была толпа, с которой, может быть, и речи там какие-то говорят, которые для всех речи. Но как хочется, чтобы каждого отдельно заметили и увидели его достоинства в первую очередь. А иногда есть дети, которые хотят, чтобы помогли им в их проблемах, в учебе, в общении с родителями, с бабушкой, с дедушкой, с друзьями. Они приходят, конечно, конечно. И разговаривать надо. А еще, когда ребенок приходит, то, вы знаете, вот у меня такое впечатление, что он пришел ко мне потому, что я как бы как последняя инстанция, что я обязана помочь. Я последняя, я обязана ему помочь. Ведь для того, чтобы переступить порог там учителя или директора кабинета какого-то, ребенок сто раз взвесил, можно ли, нужно ли, смущался, сомневался. И если уже он пришел, то должно быть просветление его души и сознания. Должно быть просветление, облегчение должно быть. И он должен получить ответы на вопросы. А вот как научить их милосердию? Самое главное человеческое качество все же, это, наверное, милосердие. Это то, что делает нас людьми. Как их этому вы учите? Мне кажется, вот это самый главный вопрос. Вот как вам удается их сделать людьми? Вы знаете, меня что порадовало? Что наши дети... В Крымске случилась беда. Да, вы знаете, когда смыло город Крымск, Краснодарского края. Я думаю, ну как мне обратиться к родителям для того, чтобы помочь как-то людям? Мы услышали, когда, что не только смыло там дома, люди погибли и все. Вот смыло практически школа номер три. Остался остров только. Ни книг, ни учебников, ничего. Людям нечего, а дети. И как я была счастлива, когда дети старшеклассники пришли, сказали, Вера Данииловна, вот сейчас такое событие, на всю Россию объявили об этом. Мы моментально собрали гуманитарную помощь. Они сами к вам с этим пришли? Сами пришли. Вот меня очень... Я мучилась, как, с какой стороны мне начинать разговаривать с родителями. Мне захотелось... И вдруг дети приходят. Дети восьмого, седьмого класса, одиннадцатого. Мы моментально собрали около шестисот килограммов. Родители, у меня замечательные родители. Один родитель, он сам нашел транспорт и отслеживал всю дорогу. У порога нашей школы все погрузили и разгрузили все в Крымске, прямо в школу номер три. Когда там все просохло, это была огромная помощь. Перед Новым годом я была очень тронута. И это я посмотрела, что у многих детей это норма. Это не подвиг, это просто норма и жизнь. Это было большое счастье. Но, к великому сожалению, единичные случаи были и таких, которые просто проходили мимо и сделали вид, что это не так. И я решила, что мы мало это делаем. Надо чаще это делать. Но вы знаете, вот сейчас, когда в Донецке, в Луганске и вообще на Украине есть люди, которые острождаются, я была просто тронута. Когда старшеклассники пришли и сказали, Вера Даниловна, давайте мы соберем. Когда была объявлена помощь Донбассу, в интернете они прочитали. Еще вслух, даже я не слушала по телевидению, они пришли и сказали, вот что можно, как лучше сделать, мы найдем волонтеров, мы найдем, кто отправит. Мы обратимся в МЧС, Вера Даниловна, давайте мы тоже собирать помощь. Это была для меня большая радость. Конечно. Огромная радость. Мы собрали 82 такие очень приличные посылки. Но я единственное, что к ребятам обратилась и попросила, не надо шоколадные конфеты, не надо деликатесы, надо самую необходимую одежду и обувь для зимы, вот чтобы для зимы, там, для весны, осени, одежду. И, конечно, продукты самые необходимые, крупа, сахар, мука, вы знаете, моментально, но в течение недели собрали. И все мы отправили. От имени Союза Женских Сил я хочу вам высказать огромную благодарность за то, что вы делаете, потому что вы формируете таких людей, на которых мы все потом, уйдя в более зрелый возраст, будем опираться. Вы нашу опору формируете. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Ваш изумительный Союз Женский Сердец очень нужен. Очень. Особенно он нужен для детей. Если какие-то проблемы будут, обращайтесь. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам, дорогие друзья. С вами был Союз Женских Сил. И в гостях у нас была Вера Даниловна Кондратенко, народный учитель Российской Федерации, директор 56-й школы города Москвы, которая носит имя академика Валерия Легасова, моего отца. Спасибо вам. Будьте с нами. Спасибо. 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 Спасибо.